Всем привет! Я решила записать видео о работе и о том, почему я уволилась, потому что были вопросы в директ, и я подумала, что зачем мне отвечать всем, если я могу просто записать видео и оставить это в памяти. Так что сегодня я отвечу на вопросы, почему я всё-таки уволилась, хотя говорила в предыдущем видео, что всё же я решила остаться, что я планирую делать дальше. Я написала себе на листике сценарий, потому что я сделала лазерную коррекцию, а чисто физически мне некомфортно смотреть телевизор, ноутбук, телефон, поэтому я написала такой сценарий. Постараюсь ему следовать и долго не затягивать, а отвечать просто по делу и рассказывать по делу. Наверное, начну с того, что я делаю сейчас и где я. Я дома, и я уже здесь нахожусь с 28 декабря, скоро будет месяц. Что я здесь делаю? Ну, я приезжала праздновать Новый год, и сейчас я осталась, чтобы восстановить своё зрение после лазерной коррекции. Просто сейчас также отдохнуть именно физически, морально, восстановить своё ресурсное состояние, войти в него, и просто как-то вдохновиться, потому что я встала очень сильно, и почему я расскажу чуть позже. Нужно рассказать предысторию с работой. Самое главное, что я здесь хочу сказать, это то, что я все свои этапы поиска работы записывала на видео, так что вы можете это видео посмотреть. Если вкратце, то я искала её через Headhunter и нашла спустя полтора месяца, чуть больше, скорее всего, чуть меньше даже. Мне предложили должность контент SMM-менеджера. В мои обязанности входило в основном, как было написано при приёме на работу, это ведение в основном соцсетей, агентства, участие в разработке стратегии, инфлюенс-менеджер, подбор блогеров, а также участие в сторонних проектах. Но это в меньшей степени, главное, это было соцсети агентства. 21 октября я вышла на работу, это был мой первый день. 20 января я закончила работать. За день до окончания испытательного срока я уволилась, чтобы потом не отрабатывать две недели. Я это делала прям супербыстро, тоже почему, объясню чуть позже. Устроилась работать в маркетинговое агентство, оно находилось на площади Восстания. До него мне нужно было ездить по утрам где-то час-десять, присадка на метро, на маршрутке. Короче, было очень-очень тяжело поначалу, потом я более-менее привыкла. Работа начиналась с 10 до 7 часов, но пока это приходил позже, я задерживалась до 7.20 где-то, с 7.10. Все время чувствовала неловко себя, что я ухожу в самое первое. Я трекала свое время на выполнение задач, и я вроде бы их выполняла, и уходила домой вроде как вовремя, но все равно я чувствовала себя неловко. Офис мне очень нравился, я уже это говорила в нескольких своих видео, показывала фотографии. Мне было в офисе комфортно, очень удобно, что где-то спустя месяц работы нам заказали рабочие ноутбуки, и мне больше не приходилось вводить свой. Вообще, что я делала на работе? Первый месяц я занималась подборкой блогеров. Бывало так, что я два дня подряд смотрела тикток, искала инфлюенсеров, которым будут снимать что-то для соцсетей. Просто списывалась с ними. Возвращаюсь к видео. Просто те, кто смотрел, помнят, что нам дали компенсацию в виде шести банок продукции, потому что маме в продукции попало стекло. Да, и они пришли. В общем, вот, этим я занималась первый месяц, и мне это не очень нравилось, потому что я шла не на это, я шла не на инфлюенс-менеджерство, а я шла именно на соцсети. Кстати, периодически я занималась всякими делишками по стратегии, подкидывала идеи. И, в принципе, это мне было интересно. Поэтому, когда спустя месяц у меня было совещание с HR, и я ей высказала свои мысли о том, что, в принципе, мне как-то не очень тут интересно, я бы хотела все-таки заниматься соцсетями. И вот на второй месяц я, наконец-таки, перешла на соцсети агентства, но это оказалось, наверное, самым тяжелым для меня в работе, как я поняла за следующий месяц. И вот второй и третий месяц я занималась соцсетями агентства. Наверное, это как раз-таки был тот момент, из-за которого в дальнейшем я решила уволиться. Сразу скажу, что мне вообще нравится заниматься контентом, мне нравится придумывать, мне нравится его делать, но мне не нравится это делать, когда нет какой-то определенной структуры. Я человек, который любит порядок, я человек, который любит конкретность. В декабре я столкнулась с тем, что то, что я делала, проходило несколько этапов согласования с разными людьми, и все это ходило по кругу. Что нравилось одному, не нравилось другому, и ты переделывал. Что нравилось первым двум, не нравилось третьему, и ты снова переделывал. И когда ты все так подолгу переделываешь, и в то же время ты просрочиваешь дедлайны, но по сути в этом не твоя вина, но все равно ты чувствуешь свою ответственность за это, ты начинаешь морально чувствовать себя тяжко. И как раз таки в декабре я столкнулась с выгоранием. Я поняла, котик идет, что мне очень сложно. Получилось непонимание вообще рабочего процесса, того, что происходит. Я вроде бы старалась, но я не видела, во-первых, никакой отдачи. Мне это очень важно. Важно вообще понимать, то я делаю, не то я делаю. И понимать это не в конце, когда я тоже сделала работу, а в начале желательно, чтобы не было тысячи раз переделываний. И да, и 14 декабря, когда я чуть было уже не расплакалась на работе, я поняла, что это вот все, это, кажется, время пришло. И тогда я столкнулась с истерикой. У меня произошла истерика дома, и я поняла, что вот у меня заградываются первые мысли об увольнении. Вот так вот, это было 14 декабря. Я пришла домой, поистерила, часа два, наверное, плакала. Естественно, я ничего, никакие свои переживания не транслировала в Инстаграм, а их было немало за все это время. Поэтому люди, которые мне сейчас писали, спрашивают, а почему ты уволилась, тебе же так нравилось. А я просто много чего не показывала, потому что как-то за мной следили коллеги, HR на меня подписано. И как-то было некрасиво с моей стороны показывать какую-то внутреннюю кухню и свои переживания, когда на меня подписаны люди, которые там работают. Вот, поэтому я это все выкладывала в близкие друзья. Я уже потом сказала, что просто близкие друзья существуют для того, чтобы я в них поныла. Поэтому переживаний было очень много. И когда спустя по исходу второго месяца, также 21 декабря, у меня была встреча с HR, я уже ей высказала все свои переживания. На что она мне сказала, что обычно так и бывает. Типа первый месяц это взлет, второй месяц падение, подожди третьего месяца. Решила подождать реально третьего месяца. Я поехала домой отдохнуть. Но на всякий случай в конце декабря я взяла с собой свою чашечку, свой блокнотик, что мало ли что, чтобы потом не возвращаться в офис. И это, знаете, наверное, было мудрым решением, как оказалось после. За 10 дней я вообще не отдохнула за эти праздничные дни, потому что я очень сильно заболела. Вообще декабрь у меня прошел весь месяц в болезнях. А я тот человек, который никогда не болеет, вообще никогда не болеет. И когда я с ними столкнулась, я поняла, что это значит просто реакция моего организма на стресс. И это реально было так. Когда у меня припирал какой-то дедлайн, у меня организм просто говорил, все, Саша, вот тебе температура, на, держи, делай с ней что хочешь. И весь декабрь у меня прошел в такой температуре. Под Новый год я заболела прям очень сильно. И я даже пила антибиотики, что для меня тоже вообще, типа, ново. Такого никогда не было. И получается, да, за эти праздничные дни я не отдохнула. Поэтому, когда прошли эти мини-каникулы, и было 8 декабря, а 9 декабря у меня был билет на поезд. Все 8 декабря, в субботу провела в слезах. Я плакала, потому что мне вот настолько не хотелось на работу. Мне настолько было плохо. И я написала ей Чару, что, кажется, я хочу уволиться. Она мне сказала, подожди, 10 декабря, понедельник, мы с тобой созвонимся и поговорим. Но для себя, мне кажется, я решение уже приняла сразу же. Потому что, когда мы с ней все-таки созвонились, она у меня спрашивала, ты точно приняла это решение? И я ей два раза говорила, что да, я точно приняла. Но все-таки мне дали неделю отпуска на подумать, чтобы я решила для себя. И за эту неделю я отдохнула. Я реально отдохнула. Я не открывала рабочий чат, я ничего не делала. И поэтому я даже поняла, что, в принципе, я готова поработать. Поэтому я пошла работать дальше. Но за три дня работы я поняла о том, что нет, все, невозможно. Когда я опять столкнулась с вот этими миллионными правками, я просто больше не смогла. Вечер вторника второго дня прожидала и сказала просто все, извините. Написала HR, что нет, 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 я увольняюсь. Наверное, если говорить о причинах, то тут все совпало. Тут, как сказала HR, что ожидания не совпали с реальностью. Так оно и было. Долго мне ездить до работы. Мне не оставалось времени ни на зал, ни на йогу, ни на личную жизнь, ни на что. Я просто жила вот эти вот пять дней в каком-то непонятном состоянии. Становила все хуже и хуже. Поэтому мне было реально тяжело. Поэтому, наверное, я так быстро выгорела за месяц. Коллектив мне нравился. Особенно новенькие, которые приходили после. Я прям чувствовала с кем-то родственную связь. HR это вообще в моем сердечке. Наверное, самый лучший человек для меня в том коллективе это был HR. Несовпадение ожиданий и реальности. Оно сыграло свою роль, а также сыграло свою роль то, что я давно хотела сделать лазерную коррекцию. И так совпало, что 21 числа я могла на нее поехать. Работа вообще не вписывалась. Я бы не смогла работать сейчас, потому что мне реально сложно смотреть на экраны. Это может продлиться еще недели, полторы-две, а у кого-то и месяц. Короче, просто, знаете, одно наложилось на другое и получилось то, что получилось. Возможно, я рассказала все сумбурно, непонятно. И вы вообще не понимаете причину, по которой я уволилась. Но, наверное, если говорить в целом, то это просто выгорание. Да, наверное, я выгорела и выгорела настолько, что когда я 14 декабря, у меня вот случилась эта истерика, я сказала, что все, я больше не хочу даже работать в этой специальности. Не то, что работать, я не хочу вести свои соцсети и блоги. И, кстати, да, забыла про это сказать, что я практически забросила свой инстаграм, стала редко снимать на ютуб. А для меня это очень важно. Для меня важно снимать, я люблю это делать, для меня важно творчески себя реализовывать. Это, конечно, тоже делало меня грустной, особенно после того, как я столько лет и сил вкладывала в свои каналы, в свои страницы, профили, что я забросила, стали отписываться люди, и я чувствовала себя плохо. Короче, ну вот знаете, вот это вот просто такой ком, который в меня так вплюхнулся, и я приняла это решение. Вот, что же дальше? Какие у меня планы? На самом деле, я абсолютно ничего не знаю, но я уже хочу переделать резюме. Это я точно знаю, переделать резюме и мне на всего закинуть просто, если что-то буду видеть, буду куда-то откликаться. А Юля мне HR сказала, что если что, она, наверное, меня ждет у них, так же, только на другом направлении, но не думаю, что я хочу, опять же таки, в это агентство. Ну, по крайней мере, на данный момент. Возможно, я еще все-таки попробую поработать, но, может быть, именно не в агентстве, а в какой-то фирме, которой нужен SMM-контент. Возможно, вообще пойду в другое направление, про которое я сейчас говорить пока не буду, но там уже есть планы, цели и наметки. Пока, на самом деле, без понятия. Пока я пытаюсь отдохнуть, войти в этот ресурс, выдохнуть, наконец-таки набраться сил и просто понять, попробовать понять, кто я, что я, зачем я и почему я. Поиск себя опять, ю-ху, 23 года, сейчас буду опять себя искать и понимать вообще, что я хочу делать дальше. Пока у меня такие планы, если я на что-то не ответила или вам что-то стало непонятно по моим мыслям, или если у вас есть какие-то свои мысли на мои мысли, то пишите в комментарии, я отвечу, почитаю. Мне вообще будет очень интересно почитать, что вы думаете насчет всего этого, то, что я наговорила. Спасибо за просмотр этого видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в инстаграм, возможно, скоро заведу тикток, ищу себя. Вот, так что да, спасибо еще раз, очень люблю говорить спасибо, очень люблю благодарности. Все, всем пока.